Друзья, всем привет! И мы с вами сегодня посмотрим на еще одну новую игрушку под названием Builder Simulator. Здесь нам с вами предстоит быть в роли человека, который занимается постройкой зданий разного типа, я так полагаю. И от нуля, так сказать, от пустого, так сказать, участка нам нужно будет закладывать фундамент, стены, все остальное там. Ну, в общем, полностью заниматься строительством зданий. И это довольно-таки интересно, мне кажется, должно быть. Так, контракты. Погнали смотреть. Контракт первый. Фундамент. Размер участка 7 на 7 метров. Местоположение горные участки. Требования фундамента. Описание. Клиент небольшая клининговая компания, которая хочет разместить на своей территории небольшой склад. У них уже все было согласовано с другой строительной компанией. Однако, после подписания контракта и внесения аванса, подрядчики исчезли с деньгами. После всего этого клиент разочаровался в строительных компаниях и теперь ищет только того, кто построит фундамент здания. Они говорят, что об остальном позаботятся сами. Как-то вот так. Погнали смотреть. Игрушка, опять же, только вышла, только релизнулась. Кирпичи были созданы еще в 700... О, в 7000 году до нашей эры. Фига себе новость. В общем, да. Посмотрим, посмотрим. Хуя. Я замечательный коллега. А ты что? Эта клининговая компания хочет построить новый склад. Они поставили контракт за вырослый... А, зачем я читал? Ну вы поняли, да? Выглядит прикольно уже сходу. То есть, как бы... Ну вы сами все видите. Можно походить, открытый мир, а у нас есть деньги. Так же давайте сделаем музыку потише. Да и в принципе все остальное тоже. А еще, знаете, тут что-то мыльная графика. Может постобработку выключить? Или это не на это? Картошка. Картошка, блядь. Ну-ка. У меня постобработка ни на что не повлияла. Размытая графика. Не знаю, с чем это связано. Тут нет никаких других настроек. А если я сделаю так? Что-то изменилось? Без понятия. Но, ладно, не суть важно. А мы в принципе тут не на графику пришли. Хотя я пришел на нее как раз-таки и глазеть. Ну-ка, давайте еще после разгляну. Вообще качество, по-моему, качество текстуры, качество теней, дальность прорисовки. Сглаживания никакого нет. Может оно встроено? Из-за этого как раз-таки такая мыльная графика. Не ясно. Но можно посмотреть, что нам нужно делать. Вырой котлован. Как я должен это делать? Руками? Сомневаюсь. Так. Что у меня есть для этого? Какие кнопки жмакать? Собственно. Ага. Фига себе. Тут есть, я вам скажу. Тачка. Мастерок. Дрель. Штукатурный мастерок. Штукатурный пистолет, сканеры. Тут дохерачиваю, я вам скажу. Ну, давайте. А что он не хочет копать? В смысле? Алло. А, эй. Эй. Все, он копать не хочет. Выройте котлован. Может, я что-то в этой жизни делаю не так? Как думаете? Ну, что-то я тыкаю. Не, не так? Погодите, что здесь еще? Может, я что-то не так правда делаю? Тачка. Можно ее как-то взять? Во. Хуя, поехали. Так, а почему я не могу копать? Выройте котлован. Ну, а чем мне его, блядь, рыть? Скажете. Лопата не хочет работать. Ведро с водой, кувалда. Шпатель, шаблон пола. Валик. Погодите. Тут ничего другого же нету. Какая-то... Какой-то скам. Вам не кажется? Видите, может, что-то не так делаю? Каковы шансы, что я это делаю не так? Ну, я тыкаю. Что? Что ты делаешь? А! Это я могу закинуть просто. А толку? Не, мне надо вырыть котлован. Как мне это сделать? Может, есть какие-то машины, с помощью которых этим можно заниматься. Ну, зашибись, ты меня отправил в открытый мир, значит, робот. Не сказал, что как делать просто, да? Ты умен. Чего делать? Без понятия. Рабочая платформа. Ведро с водой. Заглаживатель шпапапам. Сканер. Зачем сканер нужен? Без понятия. Вырыть котлован. Да, легко сказать. Давайте походим по броди. Может, есть какие-то машины, которые я не вижу. С помощью которых это все делается. Лопатая, как понял, нам точно не поможет. Как руки вернуть? Вот, спасибо. По-любому же должна быть, как эта машина, с помощью которой это все делается. Вот. Что-то есть. Так, еще фризит. Ну, сегодня все новые игры почему-то фризят. Я без понятия, как это, почему это и зачем это. Да нету ничего. Ну и что ты мне прикажешь делать, собственно? Как ты прикажешь мне вырывать здесь землю? Рыть. Чем? Чем мне рыть? Руками? Лопатой так он, блин, не хочет. Я уже понял. Песок так он тупо в путь забирает, да? Так же, как и это. Хотя, нет, смотрите. Вот тут не показано, вот тут показано. То есть, тут можно копать, но почему-то не разрешает. Может, что-то забагалось уже с нулевой? Каковы шансы, как думаете? Каковы шансы, что у меня уже что-то забагалось? А, или может, погоди. А, ёперный ты театр! Что ж ты... Я тупой. Я думал... Короче, я-то думал, что нужно внутри всю тегатуру вырыть, а это надо вот так по бокам. Ну, найс. Ну, и мне можно немножко это самое вафелом побыть, я думаю, ничего страшного. Окей, проблемы решились. Все резко и бесповоротно. Это хорошо. Я сейчас тут сидел, наверное, до скончания веков и думал, что я делаю в этой жизни не так. Вроде все хорошо. Так, вот так, вот так, вот так. И вот так. Готово. Где найти опалубку и арматуру? Вы можете купить их в магазине. Что? Опалубку надо. Опалубку. Ага. Вот, опалубка. Сколько нам надо? Не знаю, 20 штук. Я без понятия, сколько мне понадобится. Ой, мне намного больше, чем 10 штук понадобится. Йоперный театр. Я все деньги сейчас на это потрачу. Давай, вот 40 штук пока что. Ну, выглядит интересно, вам не кажется? Типа... Мне сегодня все игры, которые я снимал, выглядели интересно. Ну, кроме первой. Первая была слишком, это, недоделано еще. Это уже что-то. Кстати, можно просто зажать. И погнал, погнал. Так, давайте еще десяточку. Лишнее покупать не буду. Мне денег жалко. Готово. Следующее, что надо, армирующие элементы установить. Давайте сколько? 60 штук. Нужно хватить. Ой, я слишком много, наверное, купил, нет? Вот было бы хорошо, если бы идеально все получилось. Зато мы сейчас научимся с вами строить здание. Если вы однажды захотите этим заняться, то знаете, это делается вот так вот. Так, в итоге слишком много купил, так и думал. Так, вы можете создать бетонный раствор в бетономешалке. Делайте это вручную или на автопилоте. Возьмите тачку, залейте в нее готовый бетон, подойдите в тачку к котловану и залейте в него бетон. Включите бетономешалку. Так, это что? Это не бетон ли у нас? А, во. Бросить. Во. А, вот, смотрите, я все заполнил. Вот там сверху показано. Нужен песок, вода и цемент. Окей. Блин, интересно. Блин, столько игр в последнее время выходит балдежных на самом деле. Так, лопата. Что мне надо? Песок, вода и цемент мне надо. Вот, песок теперь закидываем. Видите, тут пиконьку заполняется сверху. Вот эта фигня. Сейчас это все закинем, получится у нас в итоге бетон. Так. Готово. И нужна вода. Есть какое-то ведро, я не знаю. О, ведро с водой. А там уже вода, типа, есть? Удобно. Ничего не скажешь. Все. И у нас начинается бетон делается, да? Хорошо. Теперь подвозим Тачилу. Я так полагаю. Как-то вот так вот. Так, и что мы дальше делаем? А, я так полагаю, не надо теперь накренить его как-то, возможно? Погодите. Тогда давайте, знаете что? Во-первых, возьмем руки. Во-вторых, надо все-таки как-то подъехать так, чтобы все удобно было потом. Вот так нормально, я думаю, будет. Во. Все. Блядь. Блядь. Тихо. Все, спокойно. Все, бетона закинули. Теперь едем на нашей телеге. Подвозим ее куда-то сюда. Я так полагаю, с помощью лопаты это делать? Или как? Не все так просто, я понял. А что мне надо? Так. Включите бетонную нашелку, пригодите ее в бетон, возьмите тачку, залейте в нее готовый бетон. Пригодите тачку котловану и залейте в него бетон. Котловану. Ага. И как мне ее это самое бетон залить? Да, кто сказал, что все будет просто? А, я понял, 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 понял. Бля. Неправильный тип смеси. В смысле неправильный тип смеси? Включите бетономашалку, приготовь бетон, возьми тачку. А это что, у меня не бетон тут, хочешь сказать? Это у меня что ли не бетон? Блядь. Погоди. То есть, ты хочешь сказать, что я в итоге сделал здесь не бетон? А я сухой ведь все сделаю, нахуй, погоди. Да, было бы, конечно, чуть лучше, если бы мне больше дали информации какой-то, как все делать. Потому что я, типа, в строительстве не разбираюсь, и это логично. Что, как? Что, как делать? Научите, пожалуйста. Так, ну, смотрите, я все закинул. Дальше закидываем воду. Все? Бетон делается? А, или погодите. А, вон, тут можно выбирать, смотрите. Тьфу ты. А, во, можно авто нажать. О, хорошо. Да, у меня раствор здесь был, а не бетон. Блин, надо это все куда-то деть. Хе-хе. Давайте все выльем. В общем, да. Тут можно авто вот это сделать. Давайте так и поступим. Потому что серия, как бы, у нас не бесконечно длится. А авто, это удобно. Ну, мы поняли, как все работает. Просто интерфейс очень маленький, я его не видел. Да я даже сейчас его еле-еле тут вижу. Вот так вот, если только как-то подойти, можно увидеть. Ну и по нему, вообще. Все, бетон готов. Я вот как раз думал, что-то бетон какого-то странного цвета. Мне не показалось. Во, залили. Во. Идем вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Опа, опа. Хуяк, хуяк, хуяк. И заливаем. Давай, 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 двигаемся, двигаемся. Вот так вот, заливаем с вами бетончик. Лишь бы хватило. Готово. Отличная работа, приятель. Клининговая компания очень довольна результатами вашей работы. Фундамент действительно аккуратный и прочный. Сейчас они готовят нашу сладкую, жирную зарплату. А, это все? Это будут первые деньги, заработанные вместе, дружище. Мы, как команда супергероев, неудержимы и готовы к следующей работе. А, серьезно? Это все? Фига. Окей. Ну, вот как-то вот так вот. На самом деле, прикольно. Давайте еще выполнить миссию. Вторая. Двери и окна. 16 на 16 местоположение фермерский дом. Требования окна и двери. Что-то интересное уже. Окей. Клиент это частное лицо, которое наняло предыдущую компанию для строительства дома. Строители выполнили большую часть работы, но контракт закончился почти сразу же еще до завершения строительства. Компания перешла к другому подрядчику, а клиент остался с недостроимым домом, без дверей и окон. Поэтому он ищет человека, который полностью завершит все строительство. Погнали. В общем, пока что мы занимаемся тем, что не доделали предыдущие, да? Я вас понял. Я вас понял. Но я не против. Погнали. Привет, привет, привет. Нам нужно выполнить еще один квест, приятель. На этот раз наш клиент нуждающийся человек по имени Джон. Он нанял известную строительную компанию, и они уже почти все закончили. Однако, срок их контракта истек до того, как все работы были выполнены, и они перешли к следующей работе, оставив дом клиента недостроенным. Какой облом, правда? Это человек Джонс... Спросил нас, сможем ли мы закончить? Конечно, я сказал, да. Быстрее нельзя терять время, приятель. Забыл... Как мы называемся? Да. Не, графика неплохая, еще бы это мыло не было. Было бы еще, кайф. Но мне нравится, как все выглядит. Так, что нам нужно делать? Окна и двери. Список. Купи окна и установи их в соответствующие проемы. Закрути винты, ставь клинии, установи подоконники, купи двери и установи их в соответствующиеся проемы. Ага. Ну, погнали. Так, несущие стены, бетонная стяжка, перегородки, окна, двери. Так. Давайте окна. Купим две штуки. И погнали сразу устанавливать. Вот первое окно. Так, выровнять. Готово. Какой цвет ему дадим? Да, кому-нибудь вот такой вот темненький. Готово. Так. Теперь мы что должны? О, какой-то... Что нужно? Штукатурный пистолет. Чем мне гвозди забивать? Я могу кувалдой. Пойдет? Сомневаюсь. Так, а что вы что-то здесь? Сгаживайте штаппи... Штукатурный пистолет. Ну, штукатурка это не то. Дрель. А, блядь, тут была дрель. Серьезно, я не видел. Так, это готово. Теперь что надо? Какие-то защелки. Купи окна и установи. В них соседшийся проем. Закрути винты. Ставь клинья. Где мне взять клинья? Клинья тоже надо покупать, наверное, да? Клинья. 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 Мастерок может с помощью мастерка? Я в тебе в душе не ебу. Что, который на пистолет точно нет? Вот это может? Нет. Вот как мне понять, что мне для жизни надо здесь? Так. Знай-гадай, получается, да? Ну, я, блядь, я... А, просто руками? Серьезно? То есть, серьезно? Ну, так бы сразу, ладно. Я думал, надо их как-то забивать. Так. Подоконник надо выровнять. Окей. С другой стороны тоже. Так. Готово. Все? Что-то еще от нас требуется? Нет, все. Получается, окно готово. Ну, окей, мы поняли, как они работают, как их делать. Пойдемте дальше. Так, помогай, нас подготавливают к тому, что мы в будущем с вами будем делать полноценные какие-то проекты, да? Те же полноценные эти, скажите. Дома с нуля. Прикольно. Так, все закидываем. Это мы теперь все делать умеем. Я на опыте уже. Так, все выравниваем. Готово. Ну, кстати, можно бегать быстро. Кайф. Готово. Все, с окнами вроде разобрались. Больше я здесь окон не видел. Остались только двери, да? Есть какие-то... Или это тоже окна? Вот это вот. Может, это панорамное какое-то окно? А, подоконнику, две двери останови, ставь винтик, линия. Не знаю, это какие-то подоконники или это большие двери. Ой, подоконники. Это муж окна тоже. Давай я на всякий случай еще куплю. Мне интересно. Да, смотрите, это тоже одно большое окно такое. Фига. Давай уже светлым каким-нибудь сделаем. Да, красиво смотрится. Так. Готово. Ну, окна устанавливаются довольно-таки просто. Я не до конца понимаю, зачем эти зажимы нужны или вот эти клинья. Они для чего? Для того, чтобы... Что? Без понятия, если честно. Даже вот немалейшего предположения нет. Чтобы они держали окна. Хотя их же потом, наверное, не будет. Не ясно, в общем, зачем они нужны. Так. Ну, давайте купим с вами... Сколько надо дверей? Ой, нет, не сто точно. Три двери надо. Хорошо. Так, еще одно окно. Готово. Естественно, беленькая. Блин, это игру тоже охота побольше поиграть, на самом деле. На записи. Но, может, потом. Она как раз только вышла. Может, ее потом допилят, нормально все сделают. И мы с вами в нее залетим с двух ног. И полностью пройдем. Как вам план? Обязательно оставляйте комментарии по этому... Я уже думал, тут кто-то стоит и испугался. Обязательно оставляйте комментарии по этому поводу. Что вы думаете? Стоит проходить ее потом или нет? Так. Выравниваем сами дверку. Темную. Или давайте вот. Вот эту. Пойдет. Так. Тоже дрель нужна. Куда мы без нее? Так. Тоже клинья. Но они, да, они, наверное, нужны для того, чтобы дверь нормально как-то встала. Я не знаю. Иначе, пох... Ёп твою. Спасибо, что ударил. А и все. Больше ничего и не надо. Замечательно. Так. Следующая дверка. Ну, дверки намного легче идут. Меньше, чего надо делать. Так. И снаружи клинья. В общем, кто знает в комментах, напишите, зачем они нужны. Потому что я в душе не был. У меня есть какие-то предположения, но они настолько мизерные, что я... Ну, не знаю, да. Так. Тоже темные. Так, нет. Вот это. И вот так вот. Все. Мы все с вами сделали. И снова мы спасли день, приятель. Джон доволен, конечно, результатом. Поэтому он заплатил нам полную цену. Нет, я не предлагал ему скидку, чтобы заставить его нанять нас. Это было бы нечестно по отношению к нашему бизнесу. Блядь. В любом случае мы закончили нашу вторую работу партнером. Мы можем гордиться этим. Все. Получается, вторая работа готова. Замечательно. Можно еще одну. Хотя, давайте, знаете что? Напишите в комментах, хотите ли вы видеть продолжение отделка дома. И, возможно, я потом обязательно добавлю ее себе в списочек. И мы с вами ее обязательно пройдем. А на этом я с вами буду прощаться. Кто впервые на канале, обязательно подписывайтесь на него. Ставьте лайки, проживайте колокольчик. И не забывайте оставлять свой комментарий. А мы увидимся с вами совсем скоро. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Какой кофеек тут. Пойду, кстати, тоже кофе попью.